Самые важные документы на недвижимость. При работе с жилой недвижимостью вам нужны выписка из ЕГРН. Свидетельство о праве на собственность. Коллеги, прошу вас заметить, что свидетельство о праве на собственность выдавалось до 2016 года. Поэтому, если объект зарегистрирован после 2016 года, данного свидетельства может и не быть. Правоустанавливающие документы – это на основании чего возникла собственность. Это может быть договор купли-продажи, договор дарения или что-то еще. Технический паспорт, если он имеется. Информация по прописанным – форма 9, форма 12 или выписка из домовой книги. Планировка с экспликацией – технический паспорт или выписка ЕГРН. Фотографии, отражающие состояние квартиры на данный момент и отчет оценщика, если он имеется. При работе с земельным участком нам нужны выписка из ЕГРН, свидетельство о праве на собственность. Также хочу заметить, что до 2016 года она выдавалась. Если объект зарегистрирован после 2016 года, то в этом случае данной выписки может и не быть. Правоустанавливающие документы – договоры, на основании чего возникла собственность. Технический паспорт, информация об обременениях, отчет оценщика, фотографии участка, наличие арендаторов краткосрочного или долгосрочного договора аренды, срок действия договора аренды и стоимость аренды в месяц. При работе с домом с участком нам нужны документы. Выписка из ЕГРН на дом, выписка из ЕГРН на участок, два свидетельства о праве на собственность, на дом и на земельный участок, правоустанавливающие документы, технический паспорт дома, информация по прописанным форма 9, форма 12 или выписка из домовой книги, информация об обременениях, отчет оценщика, фотографии, отражающие состояние дома, на данный момент документы по земельному участку. При работе с коммерческой недвижимостью нам нужны выписка из ЕГРН, свидетельства о праве собственности на помещение, договоры аренды или собственности на землю, информация об обременениях, технический паспорт помещения, планировка с экспликацией помещения, отчет оценщика, фотообъектов, наличие арендаторов на основании краткосрочного или долгосрочного договора аренды.